Всем привет! Перед многими людьми часто встает вопрос, как изменить цвет старой надоевшей мебели. У нас произошло то же самое. У нас в детской комнате есть вот такой вот большой шкаф цвета венги, который вроде бы и не супер хороший, и выкинуть жалко. И сегодня мы попробуем поменять цвет этого шкафа на белый. Как это сделать, я смотрел на YouTube и пришел к своему собственному варианту. Все очень просто, без лишних сложностей. Вам сейчас покажу и расскажу, и если вы смотрите это видео, значит у нас все получилось. Не забывайте подписываться на мужской канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, друзья, мы освободили шкаф от вещей, для того, чтобы их случайно не испачкать во время подготовки шкафа и непосредственно его покраски. И теперь нам необходимо его зашлифовать, для того, чтобы снять глянцевое покрытие. Для этого нам потребуется наждачная бумага, 320 единиц, вот такой брусок и немного терпения. Теперь ошкуренный и помытье шкаф нам необходимо обезжирить. Для этого мы используем обыкновенный обезжириватель, который продается в любом строительном магазине. Поехали! Ну вот, наш шкаф готов к нанесению первого слоя. Теперь самое интересное, чем покрасить шкаф из ЛДСП, из ламинированного ДСП. Я буду использовать вот такую вот адгезионную колеруемую грунтовку, которая называется Otex. Не сотрудничаю с этим производителем. Тикурило называется, продается в строительном магазине. Не буду говорить в каком. Надо будет, найдете сами. В общем, я попробовал уже, как ложится эта грунтовка на кусочки точно такого же ЛДСП. И сейчас уже, не боясь, могу переходить к покрытию больших поверхностей чистовых. Для этого я буду использовать вот такой небольшой велюровый валик. В узких местах буду прокрашивать тонкой кистью. И грунтовку буду наливать вот в такую ванночку от мороженого. Не обязательно марать лотки, покупать их. Вот если есть какая-то посудка, в нее можно налить немножко грунтовки и также раскатывать валик. Ну и для чего-то предварительно я ее тоже обезжирил. Не знаю, надо это или нет, но думаю, хуже от этого не будет. Поехали! Ну вот, покрыл шкаф фотексом. С этой стороны что-то как-то у меня вообще все неровно получилось, но это грунтовка. И я думаю, что потом сверху, когда я положу два слоя краски, то все будет ровно. С этой стороны уже на опыте получилось немножко ровнее. Но вот такие огрехи есть. Я думаю, на них не стоит обращать внимание. По результату уже после двух слоев краски мы посмотрим, что из этого получилось. Ну вот, прошло 24 часа, наш слой грунтовки подсох. Я попробовал его, теперь можно вот так даже ковырять ногтем. Грунтовка очень жестко держится на ЛДСП. Собственно, этого мы и добивались. Нам нужно было создать слой, на котором теперь будет держаться любая краска, которую мы захотим нанести. Я буду использовать вот такую простую интерьерную, влагостойкую, латексную краску. Почему влагостойкую? Потому что это детская, мне необходимо потом будет этот шкаф от чего-то протереть влажной тряпкой. Для того, чтобы краска не мелила. Вот эти все меловые краски современные, которые сейчас активно рекламируют мне, в данном случае не подходят. Ну, тем же самым велюровым валиком, при помощи моей старшей дочки, мы сейчас будем наносить краску на шкаф. Будем наносить в два слоя. Первый слой у нас просохнет час. Через час нанесем второй слой, и второй слой будет сохнуть два часа. Результат покажем. Вот мы покрыли шкаф на один слой латексной краски. Есть еще не прокрасы, но в целом стенка уже становится гораздо ровнее. И сейчас я вам покажу другую стенку, которая изначально была покрашена лучше, чем первая. Вот так. Да, есть места, где я ее пока накосячил, но я сейчас почти на 99% уверен, что вторым слоем вот эти непрокрасы закроются. И покажу сейчас, как ложится краска. Не знаю, передаст текстуру камеры или нет. Ну, в общем, она ложится очень ровненько. Во-первых, ровно ложится грунтовка отекс, которую мы наносили первым слоем. И ровненько также велюровым валиком ложится латексная краска. Продолжаем. Сейчас будем наносить второй слой. Друзья, ну вот. Покраска нашего шкафа закончилась. Детская почти готова. Вот так уютно стало у моих двух дочек. И вот он, красавец шкаф. Собственно, то, ради чего мы все это и затеивали. У покраски есть слабые стороны. Я вам их сейчас покажу и расскажу, что нужно сделать для того, чтобы не повторять мои ошибки. Что бы я сделал иначе, это выбрал бы другую краску. Я бы покрыл шкаф не латексной краской, а, например, акриловой на водной основе. Я думаю, что такая краска легла бы немножко ровнее, чем латексная, которую по каким-то непонятным причинам я выбрал ради эксперимента. Акриловая на водной основе легла бы лучше, но латексная тоже лежит вполне себе отлично. Да, лежит четко, ровненько. Есть еще вот такие косяки. Я покрывал в итоге на три слоя краски. И вот, камера, наверное, передаст, да? В одном месте остался вот такой непрокрас. То есть, вот на этом месте два слоя краски, а вот здесь, в остальных местах, три слоя краски. Когда красил, этого было не видно вообще. Что туда не легла краска, я не заметил. Но осталось вот такое пятно, но я его убирать не хочу. Камера передает при таком свете, но вот, когда не обращаешь на это внимание, вполне все нормально. Также, когда подкрашивал торцевые стороны вот этих вот дверок, их изначально плохо прокрасил, капнул краской вот сюда на шкафчик. И, ну, вот здесь совсем, ну да, видно немножко. Начал эту краску, каплю краски раскатывать, и в итоге здесь получилось вот на этом месте четыре слоя краски, и это тоже видно. Собственно, что я хочу сказать. Когда красите, красите аккуратно, и слои везде должны быть равномерные, иначе это все будет заметно и видно. Но результатом я и дети, и жена, конечно, остались довольны. Попутно еще перекрасил вот эти икеевские рамки с зеркальцами, по-другому их повесили на стену. Ну, самое главное, дети довольны. И еще поменяли ручки у шкафа. Поменяли такие двойные ручки, поставили вот такие раздельные, одиночные, керамические, с ручной росписью ручки, для того, чтобы стало все еще уютнее и красивее. В общем, такая работа. Если вам было полезно, ставьте лайк. Если хотите смотреть на мои такие работы в будущем, подписывайтесь на канал, мне будет приятно. Если есть вопросы по покраске, пишите в комментариях, я буду отвечать. Мне это несложно. Самый главный момент. Грунтовку использовать нужно. Ту грунтовку, которую использовал я, использовать можно. Она работает, дает очень цепкое покрытие. Возможно, можно использовать другие виды грунта, но тут я гарантии никаких вам дать не могу. Все, спасибо, что смотрели. Была покраска шкафа из ЛДСП. Мужской канал. Всем пока.